Микс Ньюз Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас И действительно, можно начать ходить на концерты классической музыки И приглашает на концерты органной музыки Наш знаменитый Домский собор Уже в предыдущую пятницу состоялся сольный концерт Айгера Рейниса Музыкального директора Домского собора И главного органиста А в эту пятницу состоится концерт Бывшей главной органистки Ларисы Буловой и ее замечательной ученицы Йоланта Баринской И эти гости у нас как раз в гостях Здравствуйте, Лариса Здравствуйте, Йоланта Здравствуйте Здравствуйте Конечно, будем рассказывать о музыке Будем говорить о Домском соборе Ну и, в принципе, о жизни музыканта Насколько вас задел карантин? Понравилось отдыхать три месяца Или все-таки больше нравится в общем режиме? Лариса Всегда все имеет две стороны Конечно, многое отпало Неожиданно Относительно неожиданно У меня были запланированы два концерта в Израиле Это не стало Я не поехала туда Хотя мне уже до начала карантина было понятно Что я не поеду Несмотря на то, что у меня давно был билет Потом у меня был концерт в Томском Планировался Также тоже отменилось Но это касалось не только меня В общем-то, вся музыкальная жизнь остановилась Но, с другой стороны Стало очень много свободного времени Пропал стресс из моей жизни В большой мере И это очень приятно Я сделал очень много хороших дел для себя Я прочла книги Может быть, что я давно хотела прочесть Я прослушала очень-очень много хорошей музыки Так что это был как-то очень вдохновляющий период для меня Ну, конечно, это с тем учетом, что из моих родных или близких Или даже друзей, знакомых Ну, никто не болел этим вирусом Так что не было никаких таких личных неприятных переживаний Конечно, я знала эти все Как сказать, читала все сообщения Но лично меня это не касалось Да, как у вас, Йоланта? Да, ну, я согласна с моей профессорой Ларисой Эбуловой Что она рассказывала о своих впечатлениях И меня, конечно, это коснулось больше всего В церкви, в которой я играю богослужения Что, ну, на то время, когда был этот вирус Ну, самый, самый, ну Большой запрет? Да, да, да Тогда богослужения я не играла И поэтому, ну, так как я живу в Кекове В принципе, все мои месяца прошли в Кекове Онлайн, работая с учениками С музыкальной школы И, конечно, удивительно то, что, конечно Было очень много времени, что я могла тоже дома проводить Со своими детьми И, да Дети обрадовались Дети были рады, конечно И не верили этому счастью Что, действительно, я никуда не поеду И репетиции, и концерты Что у мамы нет работы Да, да, да Поздние все вечера, да, была дома Да, в какой вы церкви работаете? Я работаю в Рижской католической Святого Антония церкви Какой там орган установлен? Расскажите нашим слушателям Ну, там установлен дигитальный орган Трехмануальный Йоханнес Как в наше время это очень популярно Что избегают очень больших затрат денег Чтобы как меньше можно было Ну, как бы, да, экономить И католические приходы тоже у нас Владеют очень малыми средствами денег И поэтому они как-то стараются экономить И как-то такое, может быть, какой-то компромисс Компромисс, да Лариса, вы столько лет проработали Главной органисткой Домского собора И это помимо того, что вы играли концерты Это каждое воскресенье действительно Как уже сказала Йоланта Работа, богослужение Все отдыхают в воскресенье А вы, помимо того, что Большая педагогическая нагрузка в академии В воскресенье, по идее, выходной Но у вас опять-таки богослужение Каково это было нести, такой крест? Или это все-таки был не крест? Я бы не сказала, что это крест Но хоть, конечно, это есть такой Совершенно другой режим жизни Чем у других людей Ну, в любом случае Благослужение и Грати – это праздник Но с этим, естественно, связана И подготовка к этому Например, также Ну, это понятно, что для этого нужно время А время в Домском соборе Всегда было очень ограничено Поскольку там очень много что происходит И концерты, и часы для туристов Ну, так что у меня практически был всегда Вечер субботний И утро воскресенья Перед служением И это по отношению к семье Не очень приятно Потому что там как раз все события Скажем, какие-то В субботу вечером Именно, что субботу вечером А там уже, ну Да Как-то Им приходилось иногда пристраиваться К моим возможностям И, ну, так что Ну, скажите, ты все-таки Оглядываясь сейчас назад Это стоило того Вот эта вот служба в церкви? Конечно Я даже не могу так Как-то поставить такой вопрос Конечно, это был большой праздник Большое счастье, что я могла это делать И как-то Это так, можно сказать, внезапно Мне досталось И даже так Но это вообще Очень много Так что в домском Новом богослужении Всегда включалось много музыки И, конечно Каждое воскресенье Там старались Чтобы она была разная Чтобы менялись солистами Всегда кого-то приглашали И так что к этому Уже надо готовиться Так что я была В контакте все время С очень хорошими солистами С очень приятными людьми Так что вообще Приятное было общение В том числе Общение, конечно Играть Это, конечно, праздник В любом случае Лучше хоть иногда Скажем, если вдруг Есть передача по телевидению Это мне совершенно не нравилось Это всегда требует Много нервов Требовало от меня Так что Такие вот минусы Но, в принципе, конечно Это я говорю Так Это вопрос такой немножко Но я бы сказала Не Ну нельзя так ставить По прессу Стоило ли Так что, конечно Я очень благодарна За это время Вот для этого Я задала вопрос Чтобы вы сказали Ну да Дорогие друзья У нас в гостях Две замечательные органистки Лариса Булова И Йоланта Баринская У них будет концерт 19 июня Уже послезавтра В Домском соборе Начало концерта В 19.00 О программе Мы сейчас будем говорить И мне лично Дорогие слушатели Интересно Готовы ли вы пойти На концерты Классической музыки Готовы ли вы выходить Из карантина Из изоляции Звоните нам В прямой эфир По телефону 6-7-2-12-9-3-9 И 6-7-2-13-9-3-9 Будем рады Послушать ваше мнение Расскажите Пожалуйста Какая у вас будет Программа Что вы будете играть В программе Для концерта Я выбрала Ну так как мы будем Играть вдвоем В концерте С моей профессорой Ларисой Буловой Тогда нам Ну стоил выбор Поделить концерт Пополам И я выбрала Валтера Вивальди Концерта Для органа Си минори С тремя частями И Макса Регера Фантазия И фуга Ре минор Опус 135 Б У нас как-то На этот раз Ну несмотря Что мы совершенно Случайно Нас так поставили Мест Я не знаю Для меня случайно Наверное Для Йоланта Тоже как-то Неожиданно То есть Ну как-то Программа Мы как-то Очень По-моему Очень хорошо Логично Составили То есть Каждая играла То что хочет И по времени Все получилось Как бы Полчаса Я начну Концерт С прелюдией Фуга Мимо Мажор Баха Это очень Такое Грандиозное И очень Я думаю Самое-самое Радостное Ликующее Произведение Баха Ну и самое сложное Наверное Из его Прелюдии Не фуга Нет Ми-минор Сложнее Ми-минор Думаешь Наверное Каждому Как сложнее Конечно Да И потом Я буду играть Шестой Сонат Мендельсона Которую Я давно Давно Не играла И мне Вообще Так Уже Захотелось Уже Время Какие-то Месяцы Назад К ней Вернуться И Ошамананах Кьему Харала Да Отчина Ну и кстати Эту сонату Вы играли В церкви Стоу Павла Я помню Как я вам Ассистировала Соната Это для меня Было очень радостно Потому что Всегда приятно Ассистировать То что ты Играл сам И смотреть Какие-то Находки Другого Органиста И Меня очень Порадовала Регистровка И Она Заинтересовала Потому что Все играет По-разному Ну а Прелюдия Фуга Мип Моль Мажор Это наверное Одно из самых Длинных Прелюдий Фуга Иоганна Себастьяна Баха Она длится Почти 20 минут И Прелюдия Открывает Третий том Клавирных упражнений А Фуга Венчает И Фуга При этом Тройная И Иоганн Себастьян Ее создал После того Как Его современник Известный Композитор И музыкальный Теоретик Иоганн Матезон Написал В словаре О том Что Существует Еще Тройная Фуга С какой-то Двойной Экспозицией Которую Еще ни один Композитор Не написал И в принципе Это невозможно Иоганн Себастьян Бах Для того Чтобы написать Что ничего Утвердить Что ничего Невозможного Не бывает Он написал Именно Фугу В такой Форме В которой Написал Иоганн Матезон На самом деле Когда мы Играем Это произведение Нам кажется Нам хотелось бы Еще немножко Ее Как будто Расширить Фугу Но тем не менее Это именно Та форма В которой Уличила Иоганн Матезон Что в ней Никто не пишет Но вообще Программа Очень интересная Это и Немецкая Барокко И эпоха Романтизма И можно сказать Что и Феликс Мендельсон И особенно Макс Регер Это произведения Которые Наверное Идеально Созданы Для органа Домского Собора Ведь это Инструмент Романтического Органа Строения И вот У меня Такой вопрос Вы сказали Что вы Удивились Тем что Вас поставили Рядом То есть Это ваш Первый концерт Когда вы Учитель и ученик Играет вместе Наверное Не впервые У нас были Есть Ну традиции В Домском Соборе Когда организуются Рождественские Концерты Мы наверное Играли Один раз Точно Я помню Мы были На Новый год 31 декабря Вместе Играли Были еще Другие Но не другие А именно Твоем И вот Есть ли Какие-то Внутренние Ощущения Вот что Вы Большой Мастер Да И Йолан Большой Мастер А все равно Учитель И ученик Вот как В одном Концерте Опять Не очень Хороший Вопрос Потому что Это ни в коем Случай Не считаю Ну во-первых Мне было Очень жалко В том смысле Я очень Обрадовалась Когда Вот Тайгерс Предложил Это было Неожиданно Еще Карантин Не кончился Но тем не менее Он позвонил Спросил Не хотела бы я С Йоландой Вместе Сыграть В концерт Я сказала Я очень Хочу Именно с Йоландой Но Кто мне Будет Ассистировать Да Йоландой Прекрасный Ассистент Она прекрасный Ассистент Но конечно Я на этот раз Этим не буду Пользоваться Поэтому я считаю Это был бы Ужасным эгоизмом С моей стороны Поскольку Она играет После меня Это Я говорю Это было бы Нехорошо Просить этого Есть конечно И другие Ассистенты У вас много Учеников Но да У Йоланды Самый Большой опыт Да Я привыкла Я в последние годы Всегда играю С Йоландой Мне очень приятно Такая как Она Ее совершенно Не чувствуешь Она так Летит Летит Как-то Кругом И она И все делает Так Здорово Про ассистентов Мы сейчас расскажем Эта функция Есть только У органистов Видимая И невидимая А Йоланд Расскажите О ваших ощущениях Участвовать С профессором В одном концерте Но пополам Да Это очень радует Когда Игорь Позвонил И предложил Играть в концерт Конечно Я была приятно Удивлена Потому что Честно говоря Я слышу Какие прогнозы Да Дают Все эти медиа И Насчет Концертов И деятельности Тогда я думала Что лето Пройдет Совершенно спокойно Да Смогу съездить В Латгалию Погостить На долгое время К маме И может быть Больше Обратить свое Внимание На дом То что происходит Дома Да И конечно То что Игорь предложил Играть с Ларисой Буловой Это очень радостно Потому что Я хочу поделиться Тоже радостью Что у нас Очень хорошие отношения Да Такие 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 Ну Больше чем Дружеские Я думаю Да За эти годы Думаю Уже 25 Наверное Что мы Знаем друг друга Да И это Очень-очень удивительное событие Тоже в моей жизни Я думаю Всех студентов Кто прошли через класс Ларисы Буловой Да И тоже Программу Составить для концерта Было очень легко Мы созвонились И Пришли к выводу Сразу решили Не было никаких Сомнений Как-то все сразу Поставилось То есть Дюланд Хотела играть Именно это И я хотела Именно это Прекрасно Все сложилось Да Как-то Совмещается Очень-очень Если Иоганн Себастьян Бах И Вивальди Конечно Для многих Слушателей На слуху Немного Меньше Феликс Мендельсон Бартольди Но тем не менее Все-таки О нем Тоже Уже знают Вот Макс Рейгер Для многих Неизвестная Птица И более того Кажется Его музыка Очень сложной Вот насколько Вы любите Сами играть Эту музыку Ларис Ну я очень Люблю Рейгера Это у меня Наследие От моего Профессора Николая Карловича Ивана Зиня Который Был таким Очень Страстным Почитателем Рейгера И он Кстати Поскольку Он в то время Учился В Петербурге Он был первый Который Там играл Вторую Сонату Рейгера Который Относительно Новое Прозвенение Так что Эта любовь Я думаю У всех Учеников Ван Зиня Все играют Рейгера И все Любят Его Так что Я люблю Это И я Как-то Даже Считаю Ну Необязанность Ну что Надо Обязательно Знакомить Своих Студентов С этой Музыкой Она Действительно Нелегкая Но она Очень Красивая И очень Глубокая Это Николай Карлович Всегда Это сравнивал С французской Музыкой Он сказал Ну это Французская Это Просто Какой-то Там Салат Я не помню Точно Это выражение Много Имел Даже Какой-то Листочки Какие-то Там Что-то Это Легкая Музыка Как бы Но Рейгера Я не хочу Ни в таком случае Сравнивать Определенные Жанры Французской Немецкой Вот можно Может быть Так Сопоставить Но Но В любом Случай Как-то Я очень Благодарна Что Это Знаю И что Мне Это Дорого Я Играла Я Играю Не так Уж Много Но Я играю Довольно Все-таки Много Больших Произведений И Да И Причем И Рейпки Соната Да То есть Нет Я имею Рейгера Я говорю Про Рейгера Большие Произведения Хоральной Фантазии И Сонату Вторую И По Сокалю По минорной Так что Да Да А почему Вы выбрали Йолан Именно Рейгера Играть На концерте Вот Вы слышали Только что Уже Династия Да И опять Я По наследию Получила Это тоже Моего Профессора Когда Я еще Училась В дал Выпуском Музыкальном Колледже Тогда Тоже Я помню Я играла Рейгера Рождество Вайнахтель Это было В то время Для меня Немного Сложно Потому что Конечно Я как пианист Не боялась Трудностей Но Рейгер Все-таки Просит Немножко Другую Тоже Подготовку И так Да И Тоже Я благодарна Ларисе Буловой То что Она всегда Мне тоже Давала Такие очень Большой формы Произведения Играть И В свои студенческие Годы Я тоже Играла Рейгера И сонату Я играла Первую Вторую Вторую Не первую Даже Кончала По-моему Как раз Это было На третьем Курсе Соната Была А ты Играла Я фантазия Яфога Играла Да В Домском Тоже Мне Смотрите Прошло уже Как Сказала Наверное С момента Окончания Колледжа Уже 20 лет Прошло А вы Все это Помните Я помню Да Она бы совсем Молоденькая Я была По-моему 15 лет Когда я Познакомилась С ней Вы как раз Преподавали Еще в Дуаговском Это было Начало Мое Начало Преподавания Тоже не помню Год Но Она лучше знает Но как она Пришла Скажем В среднюю школу Уже в 9 Или 10 Ну первый курс Это был Да Значит По-моему Мне было 15 лет Это было В 9 Классе Когда я В 9 Даже еще Раньше Да Да У нас В то время Произошло Большие перемены До того Органа Преподавал В Далгопольском Музыкальном Колледже Композитор Ромелд Ярмакс И тогда Вот Произошла Перемена И к нам Пришла Лариса Булова Помню Тогда отзывы Были Что говорят Что очень Строго Не знаю Откуда И тогда Я помню Я думаю Надо же Посмотреть Да Мне сегодня Урок будет Надо Как выглядеть И так И был Такой Маленький Кабинетик С таким Электронным Органом И я помню Я заглядываю Она так Строго Стоит В таком Строгом Комстюмчике И смотрит Расписание Все строго Да Ну конечно Потом уже Когда уже Прошли первые Уроки Уже тогда Весь стресс Пропал И мы тогда Мы поняли Что конечно Требования Очень Очень Большие Но тоже Это человеческая Цеплота И ну Да Все это здорово Все это присутствует Дорогие друзья У нас в гостях Йонта Баринская И Лариса Булова Обе органистки И они приглашают вас На концерт 19 июня В Домском соборе В 19.00 Кстати Билет стоит 10 евро А льготные билеты Для всех 15 евро 15 евро Но есть льготные билеты Для пенсионеров Школьников Студентов Приходите на концерт И буду рада Вашим звонкам Если поделитесь Скажете Готовы ли выходить На концерты Классической музыки Наш телефон 672-12-939 Сейчас небольшая Рекламная пауза Не отключайтесь Пожалуйста Мы продолжаем Нашу передачу Культурная среда И я приглашаю вас На концерты Органной музыки 19 июня В Домском соборе А 20 июня В Домском соборе Будет и концерт Пикколо в 12 часов Также с небольшой Экскурсией Прогулкой По Домскому собору А вечером С 8 вечера До 10 Большая прогулка В которой Музицируют Айгар Срейнис И его спруга Илза Рейна Также 20 июня В 18 часов Концерт Церкви Святого Иоанна Яне Базница Будет музыка Для флейты И органа В программе Бах Моцарт И Луи Вьерн А исполняет Главная органистка Церкви Святого Иоанна Илза Рейна И флейтистка Ива Пуданы Кстати Француз Который мы немножко Затронули Не самого В начале нашей беседы Луи Вьерн В этом году Отмечает 150-летие И Наверное Все-таки Это фигура Которая Отличается От многих Французов От того же Бельмана От того же Видора Какой-то Своей Глубиной И Может быть Даже Большей Сложностью Музыкального Языка Но в то же Время И Понятностью Потому что Одно из самых Популярных Произведений Которые Входят в репертуар Наверное Каждого органиста Это Вестминистерские Колокола Мне кажется Играют все Даже на органе Домского собора Хотя Част Хотя В органе Не хватает Ноты Фа Его построили Лишь до Ноты Фа Включительно И Когда идет Кульминация И нам хочется Дойти Ноты Фа И органисты Как раз Начинают Импровизировать И вот Кстати Как вы Часто Выходите Из таких Сложностей Когда Не хватает Нот В органе Например В такате Фуге Фа Мажор Баха Или В тех же Весьминистерских Колоколах Вьерна Чтобы это Все-таки Звучало Грандиозно То есть Или Такие произведения Не стоит Играть На органе В котором Ну не хватает Диапазон Как считаете Ну к сожалению Есть очень много Очень 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 Хорошей Музыки Где Действительно Не хватает Этих клавиш Ну есть Несколько Вариантов Ну что касается Фа Мажор Это кат И так Обычно Это место Тогда просто Берут рукам Играют Этот мотив Играют руками Но вообще Это очень странно Что Баха Иногда есть Такие Спрашиваются На каких органах Были Эти высокие Раз когда он писал Эту Такатую фугу Он служил Я не помню В каком городе Главный В этом органе Был диапазон До ноты Фа Ну да Но Не менее Если так Сколько Именно из-за этого Но Так же Больше всего Мы с этим Сталкиваемся Сталкиваемся Вот именно Французской музыки Хотя Был и Веми Сиан Очень много Конечно У него там Этих нот И мы можем Пользоваться Применением Определенных Регистров То есть Мы берем Регистр Который звучит На октаву выше А играем На октаву ниже Так что так Ну и нанохитрим Иногда Вот например Я лично Вот Весьминистерские Колокола Я Сразу Делаю Скачок На октаву ниже Ну я знаю Некоторые Выпускают Просто Ну тогда Конечно Заканчивается Не на фа 10 А на ре Это немножко Другое Так что Ну есть Орган Достаточно Мощный Конечно Не так Это и слышно Что как бы Спад Да Ну вот Ну что делать Ну тогда Не надо играть Не надо играть Ну хочется Да Вот это действительно Музыка Такая очень Настолько Она приятная Радостная Красивая Шикарно Написанная Просто Действительно Если так вот Подумать Какой Ваш Любимый Композитор Могли бы Так сказать Вот ровно Есть одно Только Ну я Как я Ну я конечно В первую очередь Назову Баха А какое сочинение Ну я Нет Не могу сказать Нет Тут уже нет Хорошо Есть из прелюдий Наверное Самое Такое Которое Ну опять Это связано С моим Профессором Поскольку Я с ним Это Работала Это Ми-минор Прелюдий Фолга Но так Нет Это Я не могу Вот каждый То что играет Для меня Любимое В то время Да Хочу сказать То же самое Да Так что Ну а у вас Какой Любимый Композитор Ну я Тоже Хочу Конечно В первую Очередь Ну как бы Так Выдвинуть Баха И И вот Каждая Тоже Композиция Что я Композитора Играю То на тот момент Он становится Любимым Ну конечно Продолжаю его любить Но как-то Да Так Не могу Выделить Но тем не менее В эту программу Вы как раз Баха не включили Играете Вивальди И Регера Да То есть Композиторы А Вивальди В обработке Вальтера будет Да Да То есть в принципе Эпоха барокко Это существовало Достаточно часто Иоганн Себастьян Бах Переложил Концерты Антонио Вивальди Трика Три концерта Для органа И еще три концерта Для клавира И так они Долгое время Считались авторством Самого Иоганна Себастьяна Баха В данном случае Наверное Вальтеру Не так повезло Как Баху То есть все-таки Ему не приписывают Это творчество Но Извините Вообще-то Считают Что как раз Бах Это сделал Под впечатлением Вальтера Что он Эти обработки То есть первый Сделал Вальтер Вальтер Конечно Да И они были Вообще Хорошими друзьями И как раз Ну так пишут Что якобы Что как раз Под впечатлением Вальтера Поскольку У него очень много Обработок Итальянцев И да Как раз концертов И только Оригинальные концерты Но вот Да А то что Приписывают Ну да Это верно Да Многие сейчас Думают о том Что музыкальное Образование Оно как бы Может быть Как хобби Но тем не менее Не стремятся Отдавать детей В музыкальные школы Вот как вы считаете Музыкальное образование Может себя изжить Оно может стать Элитарным Только для Каких-то отдельных Или все-таки Вот так же Как например Советское время Когда все стремились Отдавать своих детей В музыкальные школы Это было верным шагом И именно Из общего количества Появлялись Или слушатели Которые ходят На концерты Или как раз Появлялись Те самородки Которые уже Вошли В концертное В концертное Исполнительство Может быть Йоланда Ответит сначала Она работает В музыкальной школе Дает Ну я думаю Конечно Что надо Пробовать Поступать В музыкальные школы Конечно Ну важные данные Есть тоже Чтобы учиться Да И Ну работаю В музыкальной школе Да Как-то Да И Я думаю Что это Ну Если в результате Не стать Непрофессиональным Да Музыкантом Но Все равно Это Это Ну Помогает Развивать Ребенка Да И И И помогает Также И в школе Как бы Да И И по другим Предметам Тоже И Ну Тоже Какое-то тоже Культурное Тоже Есть Да Вуз Ну Принос Тоже Культурное Тоже Есть Все-таки Да Там Как-то Ну Очень Много Плюсов Я думаю И И Дисциплина Тоже Часто Родители Музыканты Делятся Ровно На две Категории Те Которые Обязательно Отдают Своих Детей Также В музыкальную Школу Чтобы Это Была Определенная Династия Развития Рода А другие Категорично Говорят Нет Больше Музыки Музыкантов У нас Не будет Как у вас В семьях Ну Крайности Это Никогда Не Самое Лучшее Так Ну Как Я думаю Не то Не другое Вот Если Как Уж Так Категорично То Это Не Лучший Выход Но В принципе Я хочу Сказать Что Это Было Бы Ужасно Если Как-то Стали Сокращать Возможно Ну Как Сокращать Музыкальные Школы Возможно Учиться Тем Которые Хотят Потому Что Как раз Я думаю Что Это То Что В принципе Это Советская Система Советского Времени Когда Столько Музыкальных Школ Это Она Ну Она Очень Очень Много Дает Ну Я Вообще Такое Это Я думаю Это Ну Понятно Чем Больше Фундамент Тем Больше Будет Пирамида Мне кажется Чем Больше Будет Вообще Музыцирующих И Любящих Музык Конечно И Будут Тогда Эти Яркие Личности Дали Так Что Просто Это Не Входимо И Потом Мне Очень Однажды Я Слышала Интервью Случайно Совсем С Мартинем Клышан Дирижером Хора Мальчиков И Он Сказал Такое Выражение Что Мне Очень Понравилось Каждый Ребенок Имеет Право Знать Музыку Учиться Музыке Вот Именно Имеет Право Так Что Нельзя Его Лишить Этого Права И Мне Кажется Это Просто Здорово Потому Что Человек Который С детства Сталкивается С музыкой С такой Благородной Благородным Делом Он Мне Кажется Что Он Вряд Ли Сможет Какие Подлости Потом Совершать У Нас Директор Музыкальной Школе При Выпуске Говорил Что Даже Если Ребенок Проучился Всего Один Месяц В Музыкальной Школе Он Все Равно Никогда Не Будет Лишним Членом Общества Потому Что Действительно Музыка Накладывает Определенный Отпечаток На Людей Кстати В Риге Музыкальное Образование На мой Сгляд Весьма Доступно Стоит Совсем Недорого И Насколько Я знаю Многие Школы Даже Бесплатные Музыкальные Школы У У Это 15 Евро В месяц Да То есть Это Совершенно Какие-то Абсолютно Доступные Деньги Мне кажется В каждой Семье И Можно Найти Любой Инструмент И Конечно Все Начинают Думают Фортепиано Второй Популярности Инструмент Это Гитара Уже Потом Идут Струнные Потом Флейта Это Я так Предполагаю Но Знаю Что Гитара И Фортепиано Конечно Самый Популярный Как Вы Пришли К такому Сложному Инструменту Органу Вот Лариса Давайте С вас Начнем А потом И Еланд Расскажет Ну Мне Очень Часто Уже В моей Жизни Задавали Этот Вопрос Я могу Ответить Только Что Это Опять Было Через То есть Благодаря Себастьяну Баху Поскольку В мое Время Не Был Возможность Учиться Органу В школе Как Сейчас В училище А Первый же день Как Володые студенты Новый Студент Первый Курс Ну После Торжественного Открытия Учебного Года Просто Встал Человек Который Сейчас Тогда Еще Не знал Это Николай Карлович Ланадзе Он Предложил Такое Что Есть Возможность Учиться На Органе Я Сразу Записалась В этот Курс И Так Это Началось И Так Конечно Я Это Уже Тому Не Было Возврата И И он в принципе Положил Добрую Традицию Тем Что Пианисты Все Обучаются Или На Органе Или На Клавесине Уже В обязательном Порядке Или Это Уже Было Позже Это Было Намного Позже Тогда Это Было Только Добровольно Кто Хотел Это Заслуга Выйтикан Семь Она Добилась Это Очень Разумное Решение Потому Что Многие Как Раз Могут Познакомиться С Продолжают Учиться Но В любом Случай Имеют Какое-то Понятие А то Немножко Даже Так Странно Что Мы же Знаем Что Бах Фактически Мы Все Студенты Уже Ученики Они Должны С раннего Возраста Играть Бах Уже Как Обязательное Произведение Но Фактически Бах Ведь Не писал Для Форсепиано Это Очень Интересно Все Таки Попробовать Как Это Было Было На таком Инструменте Йоланда Как Вы Решили То Понятно Уже Что Видимо Как Раз Попали В поток Когда Вита Каунц Има Сделала Обязательным Орган Но Не Все Выбирают Этот Инструмент Да Но Я С детства Меня Уже Воспитали Родители В Католической Вере И Я Пела Конечно В Краславе Где Я Родилась Я Пела В Цирковном Хоре Детском У Органа Тоже Да Я Видела Конечно Как Это Там Все Происходит Но Честно Говоря Тогда Еще У Меня Такая Мысль Не Была Что Вот Я Хотела Поиграть Когда Мой Папа В Ливанах Когда Он Стал Органистом Тогда Я Уже Была Немного Больше Где Может Быть 12 Лет Тогда Мне Говорило Вот Сядь Поиграй Что Нибудь Я Орган Но Как То Мне Казалось Что Надо Научиться Тоже С Педалями Тоже Как Играть И Тогда Я Уже Поступила В Даугапелс Музыкальный Колледж Профессиональные Классы И Сказали Тоже Что Есть Возможность Факультативно Тоже Играть Орган И Тогда Я Начала Первый Год Я Отыграла Отучилась Рома Де Ермак И Тогда На Девятый Класс Тогда К нам Пришла Лариса Булова А сейчас Если бы Выбирать Фортепиано Или Орган Сделали бы Выбор Или Два Инструмента Существуют Вместе Честно Говоря Когда Я поступала В Академию Я поступала На два Класса Я хотела Учиться Фортепиано И Орган Но Выбор Сам По себе Сделался Как-то Автоматически 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 Да Потому что Один Уже Было Уже Платным Отделением А второй Да И я Приоритетом Я сделала Все-таки Орган То есть Вы уже Учились Как Органистка Да Многие Органисты В Латвийской Академии Студенты Ездят По Эразмусу Вам удалось Куда-то Съездить На Мастер-классы Не на Мастер-класс А именно Поучиться Там Сколько Полгода Год Учиться У меня Была Возможность На втором Курсе У нас Был Такой Очень Жесткий Жеребий Между Мною И Моей Однокурсницей Лигой Вилмана Которая Сейчас Тоже Живет В Нидерландах И Я Вытащила Вытянула Жеребий Что Я Поеду На Три Месяца Учиться У Хай Сван Сконхофен В Нидерландах Я Привела Замечательные Три Месяца Где Мы Только Играли Очень Была Большая Возможность Заниматься Он Также Меня Брал Ассистентом На Свои Концерты Куда Он Ездил В Другие Города Играть И Это Было Такой Очень Незабываемое Я думаю Тоже Впечатление Произвело Тоже На Мое Будущее Думаю Тоже Да Кстати Мы Обещали Слушателям Рассказать Про Ассистентов И вот Сейчас Как раз Сплыло Это У каждого Органиста Почти Всегда Есть Ассистент На Программу Который Не только Переворачивает Страницу Потому что В основном Органист Играет По Нотам Но главное Он смотрит В ноты И смотрит Когда В какой момент Включить Нужный Регистр И Изменить Регистровку С пьяна До фартисимо И конечно Случаются Из-за этого И курьезные Ситуации Когда Не выключил Какую-нибудь Комбинацию Когда например Была включена Кнопка Тути И ты все Вроде бы Сделал А потом Не выключил Ее вовремя И продолжает Все это Звучать Насколько Вас выбивает То есть Мы уже знаем Что Йолан Это гениальный Ассистент Но всегда Бывают Всякие Моменты Вот Насколько Выбивает В концертной Практике Когда вот Такие Случаются Курьезы Конечно же Это очень Обидно Но как дальше Играть Ну это Такой вопрос Интересный Потому что Действительно Как бы Мы не можем Обойтись Без этого Ассистента Некоторые Считают Что Надо Обходиться Ну надо В общем Самому Это все Делать И конечно Опять же Нет Одной Правды Есть Разные Ситуации Есть Разные Органы Например Айвар Скал Он и в Томском Играет Только Сам Очень Много Пользуется Этим Комбинациям Которые Включаются Ногой Так что Ну и вообще Сейчас есть Очень много Поскольку Строят Эти Электронные Органы И что Дигитальные Вернее В смысле С этой Системой Да С переключением Банков Так что Есть сейчас Много Конкурсов Где это Уже Требование Что надо Самому Себе Ассистировать Справиться Самому Это Нам Конечно Для наших Органистов Это Очень Ну Сложное Дело Поскольку Негде Практиковаться Так что Такое Дело Но Что Кажется Еще Мне Понравилось У нас К нам Приезжал Ханс Ул Эриксон Но Это Был Один Из Его Первых Приездов Там Довольно Давно И как Он Сказал Неважно Вот Если Ну Скажем Мы Записываем Нотах Что Надо Делать Где Сменить Тот Регистер На Какой Другой Или Несколько Регист И так Далее Но Он Сказал Какую-то ошибку Сделал неправильно И все равно Виноват Органист Что так Не надо Так Надо все Плохо Написал И Ну Воспитал Может быть Он Слишком Сложно Делал Вот То Что Мы Делаем Органист Это Иногда Это Просто Можно Удивиться Что Делают Ассистенты Вот То Что Мы Пишем Да Многие Произведения Можно Сказать Написаны Для Органиста И Ассистента А еще Часто В Домском Соборе Так Как Находятся Регистры По левую И правую Руку Иногда Два Ассистента Потому что Невозможно Одновременно Включить Или выключить Нужное Количество Регистров Ёланд И все Может Мы стараемся Конечно Да Да Действительно Орган Очень сложный Инструмент И Именно Французская Традиция Стала Вводить То что Играть Наизусть Самому Себе Ассистировать Потому что У них появились Инструменты Симфонические И как раз Вот с этими Всеми Переключениями Когда играешь Того же Франка Или Вьерна Ты действительно Можешь сам себе Все вовремя Переключить И с одной стороны Это очень удобно Потому что Ты сам знаешь В какой момент Действительно Тебе хочется Поменять краску С другой стороны Конечно Это Отдельный навык Выучить Наизусть Потому что Когда ты Перестаешь играть Наизусть А мы перестаем Играть наизусть Достаточно рано Как только садимся За орган То потом уже Выучить произведение Наизусть И убрать ноты Хотя выучено Произведение А все равно Ты Как будто Ты все теряешься Как будто Ты не сможешь сыграть Есть ли у вас Есть ли у вас Какое-то произведение Которое Можете сыграть Наизусть Когда я училась В школе Ну или Скажем В консерватории У меня никогда Не было страха Играть наизусть Как-то я не боялась Но сейчас действительно Поскольку я так Привыкла играть По нотам Вот я знаю Я иногда Сознательно учу Скажем Там где Перевороты Да И Когда сама Занимаюсь И играю Наизусть Но если Вот мне на концерте Снять Я думаю Что это плохо Кончится Так что Как-то Это привычка Но я никому Я в общем Обязательно Рекомендую Эти навыки Игру наизусть Все-таки Сохранять Сохранять Да Как у вас Елана Да Да Конечно Некоторые страницы Но потяжелее Ну где-то Какие-то Очень быстрые пассажи Что невозможно Может быть Так быстро Перелистать Чтобы один Мог бы сыграть Как-то выучиваешь Ну я думаю Варию Баха Могла бы сыграть Ну тоже иногда Тоже приходится И играют Ну да Какие-то такие Маленькие Может быть Произведения Да Действительно У нас в гостях Две замечательные Органистки Йоланда Баринская И Лариса Булова У которых будет концерт В эту пятницу В Домском соборе Начало концерта В 19.00 В программе Замечательные произведения Иоганн Себастьян Бах Антонио Вивальди Феликс Мендельсон Бартольди И Макс Регер Приглашаем вас Дорогие друзья Ходите на концерты Классической музыки Ну а мы с вами прощаемся До следующей среды До свидания Лариса До свидания Йонта До свидания Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин